Внезапность и неожиданность это лучший инструмент против тех, кто вас хорошо знает. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. И сегодня у нас с вами среда, а это говорит о том, что мы с вами будем разговаривать о законах власти. И сегодня, дорогие мои подписчики, у нас еще один очень интересный закон. И он называется «Держи других в подвешенном состоянии». Что это имеется в виду? Никогда не нужно рассказывать о себе абсолютно все. Хочу начать наш сегодняшний выпуск с одной истории, которая была в 1974 году между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Это два очень знаменитых боксера, которые в 1974 году должны были встретиться на поединке. И самое, что интересно, все мы с вами знаем, что у Мухаммеда Али была одна очень интересная стратегия. Он вытанцовывал напротив своих противников и таким образом выматывал их и эмоционально, и физически. А у Джорджа Формана, наоборот, у него была стратегия очень-очень мощного и сильного удара. И он благодаря этому удару нокаутировал большое количество соперников. Но на одной из пресс-конференций Мухаммед Али сказал, что он изменит свою тактику и нокаутирует Джорджа Формана. Ну, Джордж Форман на самом деле не поверил Мухаммеду Али, потому что он думал, что это всего лишь навсего уловка. Это, прошу прощения, зрители и судьи, ну и все, так сказать, люди, которые смотрели, тоже не поверили Мухаммеду Али. Но перед самым боем тренер Мухаммеда Али ослабил чуть-чуть канаты. И в боксе, это когда ослабляют канаты, это говорит о том, что планируется нанести большой мощный удар и чтобы соперник не повредился. Но даже это не сработало. Джордж Форман подумал, что это всего лишь навсего очередная уловка. Когда прозвучал гонг, то Мухаммед Али сдержал свое слово и нанес Джорджу Форманду очень-очень сильные удары. Те, которые Джордж Форман не ожидал. Что делал, продолжал делать дальше Мухаммед Али. Да, он в свое время и пританцовывал, но в большинстве случаев он контратаковал Джорджа Формана и в конечном итоге выиграл свой бой. В чем же здесь заключается сама, так сказать, стратегия власть? У каждого человека мы все с вами думаем, что вот мы знаем этого человека, мы примерно представляем, как он так или иначе поступит. И когда мы понимаем, как человек так или иначе поступит, мы в принципе и планируем что-то, как-то выстраивать свои позиции, свои стратегии. И благодаря вот этой привычке стараемся победить. Сейчас хочу поделиться еще одной очень-очень интересной историей, которая закончилась буквально полтора-два месяца тому назад. Год назад, год назад меня наняла одна компания провести переговоры. Не буду я вдаваться в подробности, дабы не разглашать эта, так сказать, конфиденциальная информация, в связи с чем я проводил переговоры. Но суть заключается в том, что меня одна компания наняла проводить переговоры. И эти переговоры у нас шли практически год, там, 9 месяцев. Суть была в следующем. Тот оппонент, который находился за столом переговоров напротив меня, был довольно-таки очень сильным, на самом деле, соперником. И несколько раз наши переговоры он заводил в тупик, что для меня было совсем невыгодным. И впоследствии он сказал одну такую очень интересную фразу. Он сказал фразу таким образом. Андрей, я уже изучил, как ты ведешь переговоры, и поэтому тебе со мной бороться бесполезно. Да, на самом деле у меня есть определенный ряд инструментов, которые я чаще всего использую, когда сажусь за стол переговоров. Но я применил одну очень интересную тактику. Я в течение этих 9 месяцев собирал всю возможную информацию на своего оппонента, того человека, с кем я буду вести переговоры. И насобирал неплохой компромат на него. Перед самыми переговорами я встретился с этим человеком и рассказал ему такую историю. Подошел и говорю, Иван Иванович, добрый день. Я искренне признаю тот факт, что вы на самом деле достаточно сильный соперник. Но вот скажите мне, пожалуйста, как вот у вас в жизни получилось вот так вот? И рассказал ему эту историю перед самыми переговорами. Как, говорю, так произошло, как так получилось? Этот человек не выдержал, у него поднялось так называемое давление. Я утрирую давление. То есть начали его эмоции подниматься. И в конечном итоге та компания, которая меня наняла, получила то, что хотели. Мы подписали тот контракт и были соблюдены все возможные условия. И мы даже там еще чуть-чуть выиграли. Для чего это я вам рассказал? Смотрите, вот этот оппонент, который находился напротив меня. Что он делал? Он изучал мою тактику ведения переговоров. Да, ну я бесспорно говорю, что он очень большой молодец. И, так скажем, подзатыльников он мне за эти 9 месяцев надавал очень большое количество раз. Но он не думал о том, что я могу сыграть вот таким вот образом. Он потом ко мне подходил и говорил, Андрей, ты нечестно играл, переговоры не должны были таким образом поступать. Ты меня вывел из себя и все, что с этим связано. На что я ему ответил, но вы же ведь сказали о том, что вы уже можете предугадывать, как я буду себя вести. Но почему-то не учли тот факт, что я могу поступить вот таким вот образом. Для чего это я, коллеги, вам рассказал? Смотрите, мы сегодня разговариваем о власти. Власть это своего рода карьерная лестница к каким-то высотам, держание какой-то позиции определенной. И наша задача сделать так, чтобы те люди, против которых мы с вами играем, те, с кем мы с вами боремся, всегда были в неведении, как мы можем поступить. Поэтому я придерживаюсь следующего плана. Мы можем себя показывать вот так, как есть в течение каждого дня. Но план Б мы всегда должны держать за рукавом, чтобы в нужный момент его применить. Поэтому помните, раскрываться всем вокруг, какой вы есть на самом деле, не самая лучшая стратегия. Если только вы раскрываетесь не для того, чтобы усыпить бдительность вашего оппонента. Когда вы поймете, что нужно, как говорят, в женщине должна быть какая-то изюминка. Она постоянно должна быть какое-то новшество превозносить. Когда вы перестанете быть предсказуемым, то, во-первых, вы будете опасным соперником для своих, так скажем, конкурентов. Это раз. А во-вторых, у вас всегда будет возможность достать козырь из рукава и покрыть его в своих собственных интересах. На сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов. Эксперт в области переговоров и решения конфликтов. Как в профессиональной деятельности, так и в бытовых ситуациях. Также хочу поблагодарить вас, дорогие мои подписчики, что смотрите меня. Это действительно для меня очень важно. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылка будет ниже в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень поможет продвигать мой канал. Но сделайте это только в том единственном случае, если вы действительно считаете, что моя информация полезна. И я этого достоин. Задавайте интересующие вас вопросы. Я с огромным удовольствием буду на них отвечать. А самое главное, берегите себя. С Богом!